Привет всем, кто это посмотрит. Я что-то там раз в полгода записываю видео про какие-то приложения, которые мне нравятся и кажутся удобными, интересными, полезными. И вот, пришла пора записать новое такое видео. Будет 5 приложений, которые... 5 приложений, которые лично я использую каждый день, или практически каждый день, или пытаюсь использовать каждый день. Первое это ToDoist. Это простое и очень удобное приложение для записи своих дел. В нем есть куча всяких фишечек, в том числе ты получаешь баллы за выполнение своих же дел, и какой-то там уровень поднимаешь внутри самого приложения. Но я особо в это не углублялась, потому что меня интересует именно прямое назначение этого приложения, то есть список дел. Мне нравится в этом приложении, что здесь можно не просто дату поставить, типа сегодня сделать то-то-то, или там 26 числа сделать то-то-то, а можно выбрать повторяющиеся действия, то есть, например, каждый день, или каждый четверг, через день можно выбрать, можно выбрать каждое 27 число, и оно всегда будет появляться в этот день. То есть, если ты выбираешь через день, то через день оно опять появляется, то действие, которое ты выбрал, ну, дело, которое ты выбрал. Следующее приложение это Daylio, или Daylio. Это трекер настроения. У него есть маленький виджет, через который я обычно и захожу в него, чтобы отметить настроение. Потом выбираю иконки того, что сегодня происходило. И все эти иконки и разделы, в которых находятся иконки, можно редактировать абсолютно под себя. Можно удалять эти иконки, надписи менять, название их менять, выбирать саму картинку иконки, добавлять свои какие-то, придумывать дела, списки делать. Я тоже парочку своих добавила, парочку ненужных удалила. Также можно устанавливать цель на неделю. Можно добавить описание дня или описание какого-то определенного момента в этот день, добавить фотку, чтобы потом можно было вернуться в этот день, вспомнить, что происходило, какие иконки ты выбрал, какое настроение у тебя было. Допустим, у тебя было плохое настроение, ты хочешь вспомнить, почему ты возвращаешься, если ты сделал заметку или добавил фотку или еще что-то, то ты вспоминаешь. Или если у тебя был прекрасный день, то ты абсолютно так же возвращаешься и вспоминаешь. Это все. Также тут можно менять цвета темы, настраивать иконки настроения, то есть абсолютно все можно менять под себя. Единственное, что там некоторые цвета и иконки платные, но это уже на ваш выбор. Если вам прям хочется, можете себе купить платную версию, но мне хватает и бесплатных всех этих фишечек. Далее трекер голодания. Их есть просто неисчислимое множество. Я себе просто рандомное какое-то выбрала, чтобы немного больше контролировать свое питание. Вообще это приложение существует для того, чтобы все больше и больше времени проводить без еды. А лично я его использую для того, чтобы не есть достаточно позднее время, чтобы немного более контролировать вот этот весь процесс. Потому что бывает, что уже там 9 вечера, допустим, а я такая немного проголодалась и там закинула какую-то конфету. Это мне на пользу не идет, я могу обойтись без этой конфеты. И я типа себе отмечаю в приложении, что вот я уже не ем, все. И оно мне помогает типа не закинуть лишнюю конфету в какой-то момент. В целом, я не знаю, насколько это безопасно и полезно. И я вам так скажу. Если вы хотите скинуть лишний вес, нельзя использовать голодание ни в коем случае. Повторюсь, я его использую, это приложение, для того, чтобы немного больше следить за питанием. А не для того, чтобы вот 3 дня голодать и всякое такое. Голодание делает только хуже, если вы хотите сбросить лишний вес. Потому что организм в стрессе начинает наоборот накапливать все, что только может. А если вы сами решаете для себя, без диетолога, без каких-то врачей, не надо так делать. Это очень плохо влияет на здоровье. И тем более, лишний вес так практически невозможно нормально сбросить без вреда для здоровья. Это невозможно. Будьте осторожны с такими вещами, потому что они вызывают расстройство пищевого поведения и всякое такое. Теперь немного про какие-то милые, спокойные приложения без расстройства пищевого поведения. Это Moments. В это приложение я также обычно захожу через виджет. И это приложение существует для того, чтобы обмениваться фотками между людьми. То есть вы скачиваете это приложение, а другой человек скачивает это приложение. И вы ему на этот виджет сбрасываете любые фотки и вообще что захотите. Можно делать фотку, можно сбрасывать фотку, которая у вас есть в галерее. И мне вот отправили мемоль, мою кошку, и у меня она стоит на экране теперь. Все прошлые фото, которые вы друг другу скидываете, можно посмотреть вот тут. Но у меня сейчас нет интернета, так что вот. Одновременно это приложение могут использовать до 9 человек. То есть вы и 9 ваших друзей, знакомых, партнеров, кто угодно скачал. 9 партнеров, ничего себе. Скачал это приложение. И вы можете выбирать, кому именно или всем им одновременно сбрасывать какую-то фотку или картинку. Вот такое забавное приложение. Ну и последним я расскажу немного про My2. Я рассказывала об этом приложении, когда делала прошлое видео об искусственном интеллекте, нейросетях, вот это вот все. Я не могу посоветовать это приложение как фоторедактор. Какой им оно является, собственно, это фоторедактор. Потому что я его не использовала как фоторедактор. Я пользовалась только функцией ИИ, собственно. И вот так вот она работает. Вот так вот она меняет. И пример еще на рыбке. То есть если мы берем не человеческое лицо, а просто рыбу, допустим. Или какой-то другой объект, то получается вот такое. Вот искусственный интеллект пытается что-то создать, что это ему напоминает. И вот получилась какая-то странная кошка на какой-то планете. Но интересно, поиграться можно. Ни в коем случае не используйте это приложение для мошенничества. И продажи этого всего как свои арты. Так нельзя делать. Не будьте плохими людьми. Не делайте плохие вещи. Вот если вы используете какие-то интересные, полезные, удобные приложения, можете писать в комментариях название этих приложений. Я тоже с ними ознакомлюсь. Возможно, что-то интересное я для себя найду. Если вам пригодились приложения, о которых я рассказала в этом видео, то пишите тоже в комментариях. Мне будет приятно узнать, что вот кому-то что-то пригодилось. А опять же, напоминаю, в описании есть ссылка на чат в телеграме, на донаты. Так что спасибо, что вы это посмотрели. Если вот до этого момента вы это досмотрели, или вообще, если открыли это видео, мне приятно любое внимание. Всего вам хорошего и пока! Пока!